Задача ликвидации химического оружия, оно было применено. Мы теперь имеем подтверждение. Я обхожу вопрос, кто его применил. Хотя известная Карла Дальпонка, которая сыграла большую роль в Югославии, швейцарский прокурор прямо заявляла, что у них есть точные сведения, что это применила оппозиция. Давайте сейчас отойдем. Главная задача перед международным сообществом сейчас, это как осуществить эти договоренности и уничтожить оружие массового поражения. Для этого, правильно говорят немецкие коллеги, нужно прекратить огонь. По меньшей мере обеспечить безопасность инспекторов. Второй вопрос. Это теперь мяч на стороне оппозиции. Ведь это оппозиция не хочет участвовать в политическом процессе. Причем, что такое оппозиция? Ну, чтобы не быть голословным, я сообщлюсь на вчерашнюю статью в такой газете, как Daily Telegraph, английской, где сказано, что оппозиционеров примерно около 100 тысяч человек. Из них 10 тысяч – это четкая аль-Каида, абсолютно, которые режут головы, вырезают сердце и публично его съедают перед камерами. Дикие совершенно люди, варвары. И 30-35 – это экстремисты разных мастей религиозных. То есть половина оппозиции – это люди, которые могут сделать все, что угодно. И если у них есть химическое оружие, если они его применили, где гарантия того, что завтра они его не применят на территории Европы? Мне таких не вижу гарантий. Поэтому у нас возникает общая задача, это всего международного сообщества, без исключения, сейчас осуществить эту ликвидацию химического оружия, то есть выполнить российско-американские договоренности к середине следующего года. Ну как можно ставить вопрос о том, чтобы там легитимен, нелегитимен вообще Асад? Его избрал сирийский народ. Это не задача некоторых стран и руководителей решать, кто легитимен, а кто нелегитимен. Избрал народ. Там можно подставить под сомнение выборы в Соединенных Штатах, так сказать, это если вы выборы будете ставить под сомнение. Знаете, это далеко уйдет. Поэтому я хочу подчеркнуть одну вещь. Значит, нужно политическое решение кризиса. Вот суть главная, на что надо делать сейчас особый акцент. Для этого нужно создать Женеву-2. Разумеется, это не обеспечит мира. Но хотя бы прекратить кровопролитие, договориться о перемирии, договориться о безопасности инспекторов, вывозить в таких условиях, это жуткому риску подвергать весь регион и всех остальных, кто будет им заниматься. Но сирийское правительство продемонстрировало добрую волю. Оно продемонстрировало. И идет, я особенно подчеркиваю, на одностороннее разоружение. Надо хотя бы это оценить. Объективно. Объективно оцените этот шаг. И мне кажется, что на этом этапе, вот уже говорили коллеги, российско-германское сотрудничество в этом вопросе, в технических, всех их деталях, будет очень существенным. Последнее замечание, которое я хочу сделать. По сути дела, вот этот российско-американские договоренности открывают дорогу к политическому решению конфликта. Если мы не воспользуемся этими возможностями, если опять это переведем в стадию вооруженного конфликта, особенно, так сказать, если там будут инспектора и международные, это будет ужасная вещь. Но в конце концов, надо же объективно подходить. Мы не заинтересованы в большой войне. Впервые в 21 веке было применено химическое оружие в Сирии. Как я уже оказывал, Карло Дель Понте это говорило в марте. Приедут снова Международная комиссия, еще раз подтвердит, будет изучать вопрос и так далее. Дождемся выводов комиссии окончательных. Но, не дожидаясь выводов комиссии, надо понять, что перед нами серьезная угроза, перед всем миром. И мы можем решить это только общими усилиями. Вот это мы все время говорим. Мы за политическое урегулирование последовательно выступаем все эти годы. Около 20 делегаций оппозиции Россия приняла здесь. Мы готовы и других принять. Но есть, так сказать, оппозиция, которая внутри Сирии, которая конструктивно подходит более-менее, готова принять участие в Женеве. Сейчас вот этот вопрос стоит на повестке дня. Как оппозицию заставить ехать в Женеву? А это задача для наших американских партнеров, для западноевропейских коллег. Вот это серьезные вещи. Вот это серьезная задача. На это надо прежде всего обратить внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!